Итак, всем привет! Сегодняшний вид у нас будет посвящен людям, которые так или иначе связаны с разработкой программ под мод Open Computers. Но, как вы надо знать, у нас существует два способа это делать. Первый — это использовать какой-нибудь внешний редактор по типу Sublime TX3 или Notepad++. А второй, более извращенный, — это использовать стандартный редактор EditLaw, который поставляется с дефолтной операционной системой OpenOS. Собственно, что у нас здесь можно делать? Мы можем, разумеется, писать сам код, мы можем его удалять с помощью клавиш Backspace и Delete, мы можем его скролить вверх и вниз, Собственно, мы можем сохранять его и закрывать эту программку, чтобы забыть ее, как страшный сон. То есть, по сути, у нас здесь нет ни выделения текста, ни копипастинга, ни подсветки синтексиса, ни более-менее адекватной нумерации строк, то есть, чтобы смотреть, какая у нас строка, какой-то символ, нам нужно сюда вот впыриться и кое-как это будет заметно. Собственно, чтобы запустить саму программку, мы должны ее, во-первых, написать, во-вторых, мы должны ее сохранить, потом закрыть этот редактор, потом написать в консоль название самой программки, Enter. Короче, полная жопа, меня все это заебало, я решил находить свой собственный редактор, а точнее, среду разработки с блэк-жеком и шлюхами. Находится она сейчас перед вами и называется она MineCode IDE. Собственно, давайте мы не будем ходить в аркуда около, я вас по-быстрому познакомлю с ее основным функционалом. Давайте создадим новый файл и напишем какой-нибудь простой скрипт, который, ну скажем, будет 10 раз выводить на экран надпись Hello World. Так, пишем forE равно 1, 10, do, end, print, hello world, пробел, и добавим сюда символ нашей перемены i, которая показывает, какая по счету операция print у нас осуществляется. Чтобы запустить саму программку, необходимо нажать на клавишу play. При этом код загружается в безопасном режиме, и весь вывод программки будет происходить в отдельном окошечке, вот таком-то очищенном, и чтобы окошечко закрыть, необходимо нажать на любую клавишу или просто тыкнуть по экрану. Вы будете сразу же возвращены в сам редактор кода. Ну и также, если вы допустили какую-нибудь ошибку в самом коде, если написали, скажем, вместо for, for1, и если вы запустили программку, то у вас по возможности будет подсвечена строка с этой ошибкой, и будет выведен подробный сток стек с описанием этой ошибки, то есть, чтобы вы могли ее быстро исправить и продолжить написание вашего замечательного софта. Теперь давайте я вас познакомлю с такой фичей, как выделение текста, которая, в принципе, отсутствовала как класс в стандартном редакторе. Чтобы текст выделить, необходимо нажать левую клавишу мыши и, разумеется, перетащить из точки в точку. А чтобы посмотреть действия, которые можно совершать с выделенным текстом, нажать достаточно на вкладку «Редактировать». Тут можно копировать, вставлять, вырезать, комментировать и табулировать. Также подскажены все сочетания клавиш для того, чтобы это делать без открытия меню. То есть, все, в принципе, как у людей. Допустим, давайте скопируем наш текст и вставим сочетание клавиш Ctrl-V пониже еще два разика. Вот таким вот образом. Ну и также добавим сюда циферки, чтобы понимать, какой по счету цикл у нас осуществляется. Запускаем нашу программку, и у нас уже теперь 30 раз выведется надпись «Hello World», с тем исключением, что у нас сначала пишется первый цикл, потом второй, потом третий. Замечательно, все работает. Ну и также, если вы, скажем, играете на каком-то не очень мощном сервере или на домашнем компьютере с маленьким количеством оперативки, то вы можете выключить подсветку синтаксиса, чтобы программка работала немножко побыстрее, и чтобы вас ничто не отвлекало от написания хорошего кода. Потому что эта фича требует, в принципе, довольно-таки немало мощностей. Так, теперь у вас познакомлю с такой фичей, как табуляция, комментирование, ну и так далее. Откроем какой-нибудь файлик. В левом, кстати, смотри, какой-нибудь классный. Видите, можно скакать прям по папочкам вот так вот, открывать их там, открывать всякие субфайлы, ну и так далее. Можно колесиком также проскроливать вверх и вниз. Собственно, откроем наш файлик с нашей операционной системой и, скажем, познакомлю вас с фичей табулирования. Давайте выделим вот этот участок кода и, скажем, мы его хотим сдвинуть немножечко правее, потому что, ну, допустим, нам так будет понятнее. Для этого нажимаете клавишу Tab, и он будет бесконечно сдвигаться вправо, пока вы ее нажимаете. Если нажимаете клавишу Shift-Tab, то у вас текст будет сдвигаться левее, если он сдвинется до упора, будет сдвигаться текст, который еще не сдвинут, ну и, короче, и так далее. То есть это очень удобно, и такая фича присутствует в большинстве современных редакторов кода. Разумеется, с ее помощью можно очень быстро осуществлять навигацию, очень быстро, скажем так, делать ваш код более-менее читабельным для других программистов. Разумеется, если вы выделите такой же текст пониже, вы можете абсолютно ту же фигню совершить и с ним. Также, чтобы закомментировать выделенный участок кода, давайте его, допустим, выделим, нажмем сочетание клавиш Ctrl и Slash, он у нас будет вот так вот закомментирован. Если вы выделите закомментированный код и еще один незакомментированный участок, нажмете сочетание клавиш Ctrl и Slash, у вас закомментируется он еще раз получается. Замечательно. Чтобы раз комментировать, необходимо опять-таки нажать на сочетание клавиш Ctrl и Slash. Если вы нажмете сочетание клавиши, это уже здесь, то код обратно раз комментируется. То есть, в принципе, все довольно-таки удобно и просто. Разумеется, если выключить подсветку синтексиса, все будет выглядеть не так красиво, но, по крайней мере, и выделение, и прокрутка будут осуществляться гораздо быстрее. Замечательно. Также, давайте я вас познакомлю с такой фичей, как Breakpoint. Открываем программу вот такую, у нас уже тестово написано. У меня здесь имеется функция под названием Сосать, в нее передаются аргументы penis, here и член. Ну, это простые числа. Собственно, и с помощью так называемых Breakpoint мы можем узнавать, какое значение принимает переменная в тот или иной момент исполнения программки. Чтобы вставить Breakpoint, ну или так называемую по-русски точку останова, нажимаем вот эту клавишу, она будет посвящена красным, запускаем программку, и программка будет выполнена до сих пор, пока не дойдет до этой страхи. И как только она до нее дошла, программка останавливается, возвращает вас обратно в редактор, и у вас на экране высвечиваются все значения под переменных, которых она, собственно, смогла найти на экране. То есть это print, функция print и хуй вагина залупа. И у вас, собственно, здесь все написано. То есть print это у нас функция такая, это с таким-то адресом оперативной памяти, хуй имеет значение числовое 21, там и первое, залупа 43 и так далее. Если вы сделаете Breakpoint на, ну скажем, на линии, на строке, вернее, где не существует никаких переменных и не запустите, то у вас будет написано, что не найдено возможных переменных. Это совершенно потрясающая штучка, она, практически невозможно ее сделать было на дефолтном луа, который поставляет с OpenCompany, но мы, в принципе, нашли одно забавное решение, которое позволяет ее сделать. Тут строка, короче, вставляется такая строка с ошибкой, которая виртуально вылетает в редактор и возвращает все необходимые перемены, там, через парсинг строк. В общем, полная жопа, короче, но она работает, работает классно. Надеюсь, в принципе, она кому-то понравится. Например, давайте посмотрим еще здесь, нажимаем Play, и вот так, собственно, она у вас работает. Так, а теперь давайте вас познакомить с такой замечательной фичей, как поиск. Допустим, откроем какую-нибудь программку, ну, к примеру, откроем сам исходный код нашего редактора, MineCode IDE. Открываем его, он некоторое время загружается, и давайте здесь найдем какую-нибудь функцию, которая называется, скажем, Add the Code View. Для того, чтобы открыть сам поиск, необходимо нажать на вот такую вот клавишу, которая находится вот здесь вот, это открывает нижний тулбар, или зажимать сочетание клавиш Ctrl F, то есть, собственно, Ctrl Find, грубо говоря. И давайте найдем, собственно, эту функцию. Add the Code View. Нажимаем Enter. Она будет немедленно найдена, и вас перемотает, грубо говоря, к тому участку кода, где она находится. Также вы можете с помощью этой клавиши включать и выключать совпадения по регистру, то есть, допустим, вы можете написать Add the Code View маленькими буквами, и тогда она также будет у вас найдена. Замечательно. И если существует их несколько, то она будет искать их несколько раз, пока не найдется все, собственно, все возможные. Это что касается поиска. Также вы можете включать и отключать эти тулбары, то есть, вы можете выключить, допустим, файловый менеджер, который находится слева, выключить строку поиска, и тогда у вас ничто не будет отвлекать от красивого вашего кода. Ну и также вы можете для пущего удобства вырубить полностью верхний тулбар, чтобы вообще войти в полный режим релакс. Но чтобы вернуть его обратно, необходимо перейти сюда и... Где он тут, господи? Нажать на клавишу, поклотать панель инструментов, и с помощью нее уже можно включать там остальные тулбары. Замечательно. Также здесь у нас показана для дебага функция, которая показывает... Не функция, вернее, а скролл бар некий прогресс бар, который показывает количество на свободной оперативной памяти, и с его помощью можно отслеживать, как работает у нас встроенный garbage collector в луа-машину. Так, также у нас здесь есть такая замечательная фича, как цветовые схемы. То есть если вас жутко раздражает стандартный серый фон, если вас вызывает какое-то лютое совершенно отвращение эти желтые цвета подсветки луа синтаксиса, то вы можете все это дело легко кастомизировать, если откроете вкладку вид и нажмете на цветовая схема. Здесь вы можете, собственно, выбрать совершенно произвольно какие-то любые цвета, которые вам понравятся, и настроить вашу программку так, как именно вам удобно. Ну, к примеру, давайте изменим цвета функций, скажем, на фиолетовые. Такие пусть будут ярко-фиолетовые. Ну, а скажем, а числа пусть у нас будут подсвечены каким-нибудь... Так, хватит уже нашего желтого. Пусть будут такие вот ядрёно-зелёные. Нет, ещё хочу ещё другого цвета, какие-нибудь такие голубоватые, а зелёные. Вот так вот. Собственно, чтобы закрыть всю эту фигню, нажимаем в любое пустое пространство, и у нас будет функция подсвечена таким вот фиолетовым, а вот наши числа такие вот зелёненькие, в том числе и шестнадцатеричные, разумеется, тоже. Собственно, такие дела. То есть здесь у нас нет никакого ограничения на вашу фантазию. То есть всё это дело можно легко изменять под вас самих. Также давайте изменим вот эти вот полосочки. Пусть у нас будут... Где они тут, где они идут? Так, коммент, коммент, коммент. А, вот indentation. Пусть они будут, скажем, такими яркими, серыми. Вот так вот. То есть эти полосочки также у нас красиво. Видите, как рендерится? Они позволяют нам лучше понимать, на каком участке нашей функции мы находимся. То есть чисто визуально отделять её одни её части от другой. Собственно, выглядит совершенно кошмарно. Меня это жутко раздражает, но, по крайней мере, показать это стоило. Также у нас здесь есть такие параметры, как параметры курсора. Мы можем изменить символ нашего курсора, чтобы он выглядел у вас совершенно как-то иначе, совершенно по-другому. Так, давайте откроем какую-нибудь вкладочку, например, псевдографика, дойдём какой-нибудь интересный символ. С немножко подумает нас комп. Так, псевдографика. Возьмём вот такой вот жирный символ и вставим его вот сюда вот. Вот так. И изменим цвет нашего курсора на, скажем, красный. Будет ярко вот такой вот красный тырк. Здесь можно также изменить время мигания самого курсора. Собственно, вот такие вот дела. То есть, в принципе, всё у нас легко настраивается и кастомизируется так, как вам понравится самим. Замечательно. Вот такой вот наш курсор. С выделением, разумеется, так же всё это дело работает. Замечательно. Также у нас, разумеется, есть переходы на страницу выше, на страницу ниже. То есть, грубо говоря, это быстрая прокрутка вверх и вниз. Есть функция нажать на клавишу Home, то есть, вернуться домой. Есть функция End, вернуться в самый конец файла. То есть, чисто для осуществления быстрой навигации. Разумеется, все быстрые клавиши так же у нас здесь подсвечены. Ну и также для, скажем так, некого удобства у нас существует функция по названию масштаб. То есть, вы можете изменить масштаб нашего текста сочетанием клавиш Ctrl+, либо нажатием всей этой фигни вот здесь вот. То есть, видите, у нас всё такое крупное становится. Но это, разумеется, не очень удобно для работы в таком вот окошечке. То есть, это нормально для чистой демонстрации крупных буквок для ваших друзьям и так далее. Собственно, такие вот дела. Так, разумеется, я вам не показал самое главное. Это сохранение вашего кода. То есть, написали какое-нибудь говно. Например, написали local.abc равно говно. Замечательно. Это ваша программка. Ну и чтобы сохранить наш замечательный файлик, необходимо перейти во вкладку файл, сохранить как, назвать его как-нибудь, допустим, govno.lua нажать Enter и наш файл будет сохранен вот здесь. Вот, собственно, вот у нас открыт он. Govno.lua Если вам хочется его пересохранить по другим именем, зажимайте сочетание клавиш Ctrl-Shift-S или опять нажимаем сохранить как. Если вам хочется пересохранить его как текущий, то есть измененный, там написали какое-нибудь говно, например, еще дополнительное в нем, нажимайте просто сохранить. И он у нас будет сразу же изменен непосредственно как вот, как открытый. Так, замечательно. Что у нас здесь еще имеется, что я не показал? А, ну также очень важная фича под названием автовыделения любого слова. То есть если у вас, допустим, есть какой-нибудь жирный конченый код, который вам хочется как-то по-быстрому редактировать, то есть вам не нужно выделять сразу вот так вот слово длинное-длинное-длинное. Вам необходимо просто сделать по нему двойной клик. То есть тыкнули, у вас сразу слово выделилось. Тыкнули здесь скрин, выделилось все кроме вот этих точечек. То есть если у вас какие-то совершенно конченые длинные названия, допустим, как вот у нас здесь, так тык-тык. Замечательно. Также здесь есть одна замечательная фича, как авто-скобки, то есть autobrackets так называемые. То есть если вы, скажем, пишете какую-нибудь функцию print со скобочками, то у вас вторая скобочка ставится автоматически. То есть если вы пишете здесь какую-нибудь другую скобочку, еще, так давайте удалим сразу. Пишите еще раз скобочка, 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 скобочка. Это также работает для фигурных скобочек, вот для таких вот, и для квадратных скобочек. То есть все у нас, разумеется, для людей сделано. Также при нажатии на клавишу Backspace у вас будет сразу удаляться по две скобочки. Print. Ну и также эта фича работает, разумеется, с кавычками. То есть если вы пишете от нее такие кавычки, то у вас будет автоматом курсор находиться между двух кавычек. Вы можете также создавать маленькие кавычки, вот такие одинарные. То есть чисто, опять-таки, для вашего удобства. Кстати, надо будет потом впилить фичу, подсветки, как строки вот этих одинарных кавычек тоже. Но это уже потом. Так, замечательно. Ну и также при, собственно, выделении какого-либо слова вы можете нажать на скобочку, и у вас оно будет сразу выделено в такие две скобочки. То есть, опять-таки, все сделано по-нормальному. Как надо. Ну и также, чтобы удалить текущую строку, то есть если он впадло и выделяет, там бла-бла-бла, вы можете зайти в кладочку «Редактировать» и нажать на клавишу «Удалить текущую строку», либо нажать просто на «Ctrl-Delete» или «Ctrl-Backspace», там, по-моему, не важно. По-моему, и так и так работает. Да, «Ctrl-Backspace» или «Ctrl-Delete». Также я забыл показать, что если мы отключим наши автоскобки, это дело с помощью вкладки «Вид», отключение автоскобок, то у нас, разумеется, все скобочки будут ставиться в стандартном режиме, то есть вы не будете никак там получать дополнительную помощь в вашей программке. Но, разумеется, удаление скобок вот таким вот образом также не будет у вас работать. То есть все будет по одной точке удаляться. Так, это первое. Еще здесь имеется довольно удобное контекстное меню, которое вызывает с помощью правого клика по зоне вашего кода. Оно практически эквивалентно вкладке «Редактировать», немножко урезанное. Здесь вы можете, допустим, выделить весь ваш код, вы можете, к примеру, его удалить и забить большой хуй на всю вашу программку. Так, замечательно. То есть, в принципе, вам показалось все фичи, и надеюсь, вам эта прога понравилась, потому что действительно это довольно-таки нехилый такой редактор. Он, в принципе, демонстрирует всю мощь наших этих графических лип-потных и показывает то, в принципе, на что способен мод OpenComputers, если его немножечко распинать. Ну и также по нажатию на клавишу «MineCode» мы можем из нее выйти, или нажать на сочетание клавиш «Ctrl-W», или посмотреть, собственно, информацию о программке. Тут будет написано какая-то херня, будут написаны ссылочки на разрабов, будут написаны ссылочки на тестеров. То есть видите, сколько людей тут участвовало. Более-менее. В общем, надеюсь, вам эта хрень понравилась, и, надеюсь, в чьих-нибудь руках она найдет свое применение. А, также, 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 также. Есть одна замечательная фича, так называемая загрузка файла по URL. То бишь, если мы имеем какой-нибудь файлик, уже готовый, хранящийся на GitHub, на постебине, где угодно. Давайте, допустим, откроем какую-нибудь там... Так, «MineOS». Откроем наш файлик с операционной системой. Нажмем на прямую ссылку. Скопируем эту ссылку. Нажмем на кнопочку «Загрузить по URL». Вставляем сюда эту ссылку. Нажимаем сюда. И у нас через некоторое время этот файлик загрузится с инета и вставится как отдельный, собственно, код. Замечательно. То есть, видите, мы можем прямо его редактировать и можем прямо сразу его сохранять. Допустим, как, допустим, «os2.lua». Нажимаем. Он насохранен, собственно, здесь. Видите? «OS». Есть «OS2». Они одинаковые абсолютно. Ну и также, в принципе, покажу вам, какие у нас изменения есть для нашей операционной системы. Наверное, кому-то это может понравиться. Во-первых, у нас появилась такая фича, как корзина. То есть, все удаляемые файлики мы можем перемещать непосредственно в корзину. Например, давайте что-нибудь удалим. Удалим наш «osts». Где он тут? «os2.lua». Вот он. Удаляем. Он перемещается в корзину. Открываем корзину. Вот, собственно, тут всякое говно у нас хранится. Чтобы ее очистить, нажимаем сюда. Очищаем. Замечательно. Также появилась удобная такая фигня, как навигация вот по таким вот нижним полосочкам. То есть, мы можем открыть наш рабочий стол. Мы можем быстро переместиться в корень нашего жесткого диска. Мы можем перемещаться по предыдущим папочкам. То есть, где мы только что были. Допустим, перейдем сюда в «MineOS». Там, допустим, в «SystemOS». Вернемся обратно. То есть, как видите, в принципе, все это неплохо работает. И также у нас появилась замечательная фича под названием «Архивация данных». То есть, мы можем кликнуть на любую папочку. Нажимаем «Сжать». И наша папочка помещает своеобразный архив, который мы можем перемещать куда угодно. Допустим, создадим здесь еще одну папку. Например, «ArtsheviaTest». Вырежем эту говно отсюда. Перейдем сюда. Вставим его сюда. И распакуем обычным кликом. И все содержимое этого архива будет распаковано прямо вот сюда. То есть, видите, замечательно. Все прекрасно работает. Довольно-таки удобная фича, на самом деле. И помогает при объединении большого объема данных в один файлик. Ну и, собственно, все файлики под названием «Соширение, вернее, Lua» у нас будут открываться теперь в нашем редакторе «MineCode». Нажимаем «Редактировать», он будет открываться прямо отсюда. И, соответственно, «MineCode» доступен также у нас вот здесь вот. В общем, такая вот прошка. Надеюсь, она вам понравилась и найдет в ваших руках достойное применение. Так что всем спасибо за внимание. До новых видео. До новых встреч.